Здравствуйте! На телеканале ЖПСУ «Время новостей» в студии прямого эфира Жбек Турганбекова. Нынешний год по-особенному насыщен юбилейными датами и особенный в их числе является 200-летие великого импровизатора, просветителя Суинбая Аронула. Подготовка к празднованию началась загодя, и первый заместитель Акима области Махабад Бегильдив специально выехал в Жамбулский район, где провел заседание рабочей комиссии по организации и проведению праздничных мероприятий. Сегодня родной аул Суинбая, село Каракстаг активно готовится встречать гостей. Уже открылся новый парк, близится к завершению работы по благоустройству. Здесь же будет установлен бюст великому поэту и композитору. На эти и другие мероприятия из бюджета области выделено свыше 1 миллиарда тенге. Основные праздничные мероприятия пройдут с 21 по 24 октября. В программе международный АйТес, конкурс Термеши, научно-практические конференции, АСС и национально-конно-спортивное состязание. Ожидается презентация сборника сочинений Суинбая Аронула. В этом населенном пункте открывается парк имени Суинбая Аронула. Проводится капитальный ремонт музея Суинбая. Благоустраиваются улицы. В общем, в сложности где-то миллиард, около миллиарда тенге выделено на эти работы. Вот сегодня приехала комиссия, проводит инспекцию о готовности. В принципе, мы к концу октября, когда будет проводиться большое мероприятие, 200-летие Суинбая Аронула, значит, все объекты будут готовы. Заместитель председателя АНК Алматинской области Габид Турсенбай отметил 50-летний юбилей. Вчера в областном центре состоялся его творческий вечер Алтун Денгек. Более 10 лет Габид Турсенбай работает в областной ассамблее. Впрочем, жителям области он известен еще и как отличный поэт. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Песни на стихи Габито Турсенбай достаточно известны и любимы зрителями. Сегодня в коллекции автора около 200 произведений, 50 из них положены на музыку. К своему 50-летнему юбилею он издал второй сборник стихов и дисков, в которые вошли 39 песен. Поэтический талант проснулся в нем еще в детстве, вспоминает первая учительница юбиляра Бахыт Масабаева, приехавшая в областной центр, чтобы поздравить своего ученика. Он в школу пришел с таким умным, вежливым мальчиком был он. В то время, в школьное время, он сочинал многие стихи для своих сокласников. Мой ученик Габид пускай доживет до столетия. Желаю его крепкого здоровья, счастья, благополучия. Свою карьеру Габид Турсенбай начинал простым рабочим. Был водителем в свеклосовхозе. Затем работал преподавателем-психологом в ЖГУ. После 8 лет занимал разные должности в городском Акимате. И вот уже 11 лет он возглавляет секретариат Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области и является бессменным заместителем председателя областного института дружбы. И, как признаются руководители этнокультурных объединений, для каждого из членов Ассамблеи он стал родным человеком. Его деятельность не только в рамках Ассамблеи, он хороший товарищ, друг. Импонирует такие качества, как знания своих истоков. Он очень многое делает, исследует про свой край ЖТСУ, своих предков. Ценил в нем чисто человеческие качества. Его порядочность, его честность, его открытость, его готовность всегда прийти на помощь. Это интеллигентнейший человек. И вообще я скажу, что это человек очень позитивный. Считается, что в жизни надо построить дом, родить сына и посадить дерево. Как признается сам виновник торжества, все это есть. У Габита Турсенбая два взрослых сына, прекрасная супруга и любимая работа. Но несмотря на все достигнутое, главное, что у него есть еще немало интересных идей и творческих планов. Сегодня я считаю себя счастливым человеком, потому что я вырос в среде, которая уважает культуру, уважает поэзию, любит. И мои друзья, и мои коллеги, с которыми я сегодня работаю, мы работаем на благо нашей Родины, на благо нашего общества, чтобы сохранить мир и общественные согласия. Поздравить юбиляра собрались не только его коллеги по работе, но и огромное количество друзей и любителей его творчества. Заместитель Акима области Бахтия Ронербаев пожелал Габиту Турсенбаю долгих лет. Поздравительные адреса признаны Республиканской ассамблеей и мажористом парламента. Подарком для виновника торжества стали также благодарственные письма и почетные грамоты от руководства различных организаций и районов области. Концертная программа в честь 50-летия заместителя председателя областной ассамблеи получилась разнообразной и насыщенной. В рамках творческого вечера известные артисты дали трехчасовой концерт, репертуар которого составили из песен на стихи юбиляра. Надежда Белова, Мадиб Айбасынов, Ержан Дюйсен, телеканал ЖДС. Продолжаем выпуск. Лучшие плоды своего труда по доступным ценам в эти выходные жителям казахстанской столицы готовы предложить аграрии Алматинской области. На площади напротив торгового комплекса «Ханшатыр» для жителей и гостей Астаны развернулись ярмарочные ряды. Житсуцкий аграрий привезли порядка 450 тонн самой свежей продукции на общую сумму более 200 миллионов тенге. Этой традиции проводить сельскохозяйственные ярмарки уже много лет. В рамках договоренности свою продукцию в Астану вот уже несколько лет подряд везут все регионы республики. Продовольственную ярмарку аграрии в благодатной земли Житсу астанчане всегда ждут с особым нетерпением. Несмотря на дождливую погоду, тысячи горожан и гостей самого главного города страны с раннего утра торопились с покупками. Каждый мог найти товар не только по душе, но и по доступной цене. Конечно, качество устраивает, потому что это все наше органическое, именно без никаких нитратов, без никаких органических удобрений. Вернее, без никаких удобрений. Поэтому для нас это очень даже полезно, для астанчан это свежая витаминизация. И именно наш продукт, казахстанский продукт, и цены очень приемлемые, очень даже ниже, чем на рынке. Поэтому для нас это очень даже хороший базар. Несмотря на погоду, мы с удовольствием отовариваемся. Спасибо за каждый год, нам организовывают. Мы к зиме подготавливаемся. Рахмет. Купили и яблоки, виноград и все прочее, помидоры. Ярмарка очень отличная, и она очень нужна. Продукты очень дешевые, качественные. Почаще проводите такие мероприятия. Нынешняя ярмарка и вправду удивила. Здесь все на порядок дешевле. На выбор покупателей фермеры области представили только свежую продукцию. Всего порядка 400 тонн. Мы сегодня привезли свыше 300 тонн продукции на 200 тысяч миллионов тенге. В каждом области у нас большая, 19 регионов. И каждый регион специфический. Если в Каратарском, Балхашском районе рис, то Алакуль, Балхашский район, Сарканский район, рыбу привезли. Мы привезли талгарский, инвешеказахский, карасайский район, яблоки, груши привезли. Также лук с копчегая, тыквы. Ну, все продукции, которые растут свыше 70 номинаций, продукции на сегодняшний день мы привезли. От разнообразия товаров не меньше астанчан довольны фермеры. Выгода обоюдная, говорят продавцы. Для крупных производств ярмарка всегда служит отличной возможностью наладить сотрудничество, сбыть свою продукцию напрямую и, главное, зарекомендовать себя на огромном рынке крупного мегаполиса. Мы приехали с города Талдыкурган в Астану, привезли молочную продукцию от нашего завода. Ну и, соответственно, эту продукцию мы продаем напрямую от завода, без всяких посредников. И у нас цены актуальны. Сегодня мы приехали с Алматинской области представить свои самые замечательные яблоки, которые без единой селитры, без ничего, самое натуральное. И вообще призываем всех казахстанцев поддерживать только свою казахскую продукцию. Мы приезжаем с радостью, потому что все равно это, во-первых, реклама большая. И люди все уже знают нас во всех регионах. И мы были, я же говорю, в Алмате постоянно, каждую субботу в 17-м ярмарке проходят. Обеспечить крупнейший город республики основными продовольственными товарами – главное преимущество такой ярмарочной торговли, уверены организаторы. Посетители ярмарки они порадовали не только ценными, но и музыкальным подарком. Яркую концертную программу подготовили творческие коллективы области. Лужана Дельханова, Абзал Носипов, телеканал ЖТСУ, Астана. Люди с инвалидностью могут и должны вести активный образ жизни и даже открывать собственное дело. Для этого необходимо повысить финансовую грамотность, уверены организаторы нового проекта, стартовавшего в Алматинской области. Три дня в Талдыкургане проходят тренинги для тренеров, которые в дальнейшем будут проводить семинары среди людей с инвалидностью. Участие в них принимают порядка 10 человек, в основном председатели общественных объединений области. Опытные специалисты не только обучают самих участников проекта финансовой грамотности, но и раскрывают секреты правильного преподнесения информации целевой аудитории. Кроме этого, в рамках проекта разработаны каталоги на двух языках, а также аудио и тактильные материалы для незрячих. Итоговые семинары для инвалидов будут проходить в Талдыкургане с 16 по 18 октября и в Сарузеке с 23 по 25 октября. Многие инвалиды, не только инвалиды, даже простые жители нашего региона не знают по финансовой грамотности, что делать. Особенно инвалидов 30 тысяч пособия у них и не знают, что делать, куда потратить. Мы будем обучать и делать семейный бюджет. Каждый тин, считая, куда эффективно потратить, можно потратить и экономить их. Вот для него разработан этот проект. Дас Аллах после обучения инвалидов, они будут финансово грамотно вести себя, и многие из них откроют свой бизнес. И еще есть тем выпуска. Своим трудом сделаем родной город прекраснее. С таким лозунгом сегодня более 500 студентов колледжа и университета Талдыкургана прибыли в строящийся парк Жастар. Так решили они помочь подрядной организации, которая занимается благоустройством нового места отдыха талдыкурганцев. Это именно те ребята-энтузиасты, объединенные одним желанием – сделать парк лучше. Ведь уже скоро здесь будет проводить свой досуг вся молодежь города. Парк строится специально для них. Строительство его уже подходит к концу. Мы рады, что студенты сами принимают активное участие в этом деле. Весной было посажено 585 деревьев, а в общей сложности будет посажено около 900 деревьев. Плюс озеленение, плюс кустарники. Вся посадка озеленения идет не за счет бюджетных средств, это идет за счет помощи всех районов области. Одним словом, работа в строящемся в парке кипит. Молодые люди, вооружившись лопатами и граблями, разравнивали землю в газонах, убирали оставшийся строительный мусор. А девушки сметали остатки цемента с дорожек и помогали парням. Как говорят сами участники субботника, они совмещают полезное с приятным. Во-первых, окажут значительную помощь строительной компании, которая занимается возведением парка. Во-вторых, сами себе находят занятия, свободные от уроков время. В-третьих, это активный отдых на свежем воздухе. Символично получилось, что именно в будущем парке Жастар, именно сегодня молодежь проявила инициативу, проявили свои патриотические качества, проявили свой гражданский долг. И действительно, они с песней, с настроением сегодня делают наш город еще краше и еще красивее. Нужно было увидеть лица этих молодых людей. Сразу можно почувствовать, как они любят свой родной город. Молодежи порою не хватает поддержки со стороны старших наставников, которые смогли бы помочь создать условия для реализации хороших задумок. На этот раз идею ребят поддержали и направили правильное русло. Результаты обоюдно выгодны. Впредь созданный парк ребята будут беречь, а создатели места отдыха будут довольны, что оставили после себя достойную достопримечательность областному центру. Уже к концу октября объект будет сдан в эксплуатацию. Кульназ Мустафа, Мадиб Айбусынов, телеканал ЖТСУ. Учесть недостатки весенней саночистки и провести осенний месячник качественно. С такой целью по распоряжению Акима Аматинской области в рамках месячника в областном центре проводятся плановые санитарные очистки. Сегодня в Талдыкургане специально созданная комиссия провела рейд. Основной задачей осеннего месячника является комплексная уборка городских территорий и их подготовка к осенне-зимнему периоду эксплуатации. Но, к сожалению, в ходе проверки выяснилось, что в некоторых микрорайонах областного центра можно еще встретить дворы с переполненными мусорными контейнерами в частном жилом секторе. Специалисты отмечают, что есть в этом вина и самих жильцов. Ведь, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Члены комиссии отметили, что необходимо разработать четкий план мероприятий на каждый санитарный четверг и субботники. С нашего предприятия ГКК «КОПМ Талакурган» задействованы 15 самосвалов, 14 погрузочных машин. Также привлекаются ручные работы, на данные виды работы. У нас сегодня объекты соцкульпт-быта, парковые зоны, скверы и общественные места будут проводиться в субботники по очистке от листвы, от курая, а также от твердых бытовых мусоров. В Талакургане совершено убийство. И потрясает оно тем, что и жертва, и убийца, не достигшие совершеннолетия. А само преступление произошло в будничный день в 12 часов дня на территории учебного заведения. По информации правоохранительных органов, 16-летние и 15-летние учащиеся первого курса Талакурганского политехнического колледжа повздорили на перемене из-за того, что один задел другого плечом, проходя мимо по коридору. На так называемую разборку, назначенную в туалете на территории колледжа, 16-летний юноша прихватил с собой складной нож. Перемерия не произошло. Старший нанес два удара младшему в левую область груди. От полученных ранений пострадавший, не приходя в сознание, скончался в областной больнице. По словам сотрудников УВД города Талакурган, оба первокурсника уроженцы Кербулакского района. Подозреваемый был задержан в тот же день. По данному факту проводится досудебное расследование по статье убийства. Вещественное доказательство – складной нож, которым было нанесено ножевое ранение. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено, изъято, приобщено к материалам уголовного дела. Подозреваемое лицо задержано. В настоящее время в отворенном УВД города Талакура. Проводится расследование. Памяти ветерана Великой Отечественной, почитаемого и уважаемого в селе Алгабас человека Дубека Жумагулова посвятили турнир по Кокпару. Участники древней национальной игры – жители села. Сочетая таким образом традиции и современность, организаторы делают акцент на мужественности и патриотизме дедов и прадедов, выстоявших в войнах и отстоявших свою землю, что является наилучшим примером для подрастающего поколения. Формы на Алматинской области в тройке сильнейших по республике. И основной состав формируют команды из Карасайского, Жамбутского и Ильийского районов. Занять в этом составе свое место намерена и куксульская команда. И для отбора лучших соревнования проводятся довольно часто. В этот раз турниры не посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны, уроженца села Алгабаска Дубека Жумагулова. Кукпар – распространенное состязание. Она дошла до современности и с древности, и мы хотим популяризировать его среди молодежи. Разновидностей кукпара много, однако более распространенная, потому официально общепринят и Салма Кукпар. Именно в этом виде проводятся чемпионаты республики и международные состязания. Есть и официально закрепленные правила. К примеру, площадка на шесть игроков должна быть 300 на 120 метров, содержать два казана, а вес туши должен быть от 15 до 20 килограммов. Для придания игре остроты и азарта организаторы пригласили кукпарменов из Аксурского района. Всего участие в турнире приняли четыре команды. Это состязание сильных и выносливых мужчин, умеющих оценивать силу противника, применять свою тактику, предугадывать каждое последующее движение соперника. Играем с детства и хотим войти в состав сборной области. И это вполне возможно, говорят организаторы. А для определения самых ловких и сильных, турниры районного масштаба здесь проводятся часто. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин